Они не подкачали, но под их мощным качем не устояли многие. Ученики-преподаватели Ивановской школы танцев iTown Family вернулись к крупному российскому фестивалю по уличной культуре, который проходил в Москве. Теперь им есть что вспомнить, да и вообще то, что приключилось с нашей делегацией, больше похоже на сон. Одному Ивановцу легендарный рэпер Кертис Блоу предложил поучаствовать в своей шоу-программе. И он пришел и просто сказал, чувак, я хочу, чтобы ты с нами танцевал, ты очень крутой, и я предлагаю тебе выступить со мной на одной площадке на концерте, то есть в качестве шоу-программы. Представляете, когда мы даже не думали, что мы вообще попадем на этот концерт, и такая возможность один раз в жизни бывает. Шоу-программу подготовили за полчаса. Выступал Атажан. Для 20-летнего парня из Иваново это настоящий успех. Танцует он уже 11 лет в его практике. Поступление в Москве самое яркое и запоминающееся. И Кертис Блоу теперь навсегда его кумир и пример для подражания. Он такой легендарный человек, но он остается простым. То есть это вдохновение для всех вообще рэп-исполнителей мира. То есть вот первый человек, который начал это делать, и после этого уже все стали читать рэп. То есть это очень круто. В сольных баттлах Атажан завоевал сразу три награды. Одно золото и два серебра. Я занял первое место в хаосе. Это такой стиль, зародившийся в клубах Америки, Чикаго. И уже продолжает с 80-х годов развиваться. Он основан на шагах в основном. Шаги и чувства музыки. Вторые места Атажан занял в хип-хопе и брейке. Говорит, что такие победы придают силы двигаться дальше. Ведь если покорилась Россия, то и до европейских вершин уже не так далеко. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.